23 марта состоялась 19-я очередная сессия Совета депутатов поселка. На повестке дня значилось 6 вопросов нормативно-правового и отчетного характера. В бюджет поселка Ленёва внесены изменения. С рассмотрения этого вопроса началась 19-я очередная сессия Совета депутатов. Проектным решением дохода бюджета рабочего поселка Ленёва на 2022 год предлагается увеличить на сумму 7,7 млн. рублей в связи с увеличением межбюджетных просветов из бюджета Искитинского аренда. Изменения расходной части бюджета. Расходы в 2022 году с учетом изменения составят 123 млн. рублей. Проектным решением предлагается увеличить расходную часть бюджета РПЛНУ на сумму 9,868 млн. рублей за счет остатков средств по состоянию на 01-01-01-2022 года и за счет средств, поступивших в межбюджетных просветов. Изменения в бюджет депутаты приняли единогласно. Также одобрили проекты решений о внесении изменений в устав поселка. Это второй и третий вопроса на повестке дня. Изменения коснулись только формулировок в соответствии с требованиями законодательства. Содержание и суть устава остались прежними. Далее, вниманию депутатов был предложен отчет за 2021 год Клинёвского дома культуры. Директор учреждения Александра Казимирова начала свой доклад со статистических данных. В штате сотрудников 20 человек, 14 из них творческие работники. Функционирует 13 клубных формирований, задействованы в которых как детское, так и взрослое население. В числовом показателе это 160 человек. Четыре коллектива имеют звания «Народный» и «Образцовый», такие как «Народный хор Клинёвского дома культуры», «Народный самодеятельный коллектив» «Поклёрный ансамбль Родняшенко», «Народный самодеятельный коллектив» «Театр «Наш дом»» и «Образцовый самодеятельный коллектив» «Детская театральная студия «Визит», который в этом году подтверждает свои звания. В конце 2021 года впервые открылось направление в Доме культуры для молодёжи «Волонтёры культуры». Это направление молодое, новое, соответствует нашей деятельности. Здесь мы делаем упор на молодёжь от 14 до 45 лет, в том числе на работающую молодёжь. Мы продолжаем вести набор и работать в этом направлении. За 2021 год Ленёвский ДК провёл 117 культурно-массовых мероприятий различного направления. Творческие объединения и сами смогли поучаствовать в 76 конкурсах и фестивалях от районного до международного уровня, где становились не только участниками, но и дипломантами и лауреатами. В этом году планируется закончить капитальный ремонт зала. После того, как приведут в порядок стены и пол, помещение будет готово принять зрителей. Для их комфорта при содействии Министерства культуры области будут приобретены 300 новых кресел. По возможности планируется ремонт фойей кабинетов. Совсем недавно учреждение изменило статус. Из разряда казённых оно перешло в бюджетное, что расширило возможности организации. В настоящее время Дом культуры ожидает объявления конкурса на создание кинотеатра, чтобы подать заявку на участие в программе. Далее на повестке дня сессии ещё один отчёт. Об итогах работы муниципального унитарного предприятия расчётно-кассовый центр за 2021 год рассказал депутатом генеральный директор Александр Головашков. Преприторская задолженность покупателей и заказчиков на 31-12-21 года в бухгалтерском балансе составляет фактически 97 миллионов 354 тысячи рублей. Она уменьшена на сумму по сомнительным доходам, которая составляет 25 миллионов 659 тысяч рублей. В основном это задолженность управляющих компаний. Это старая УСПХ, старый УЮД-сервис и бывшая МУПЖИО. Порядка 25 миллионов, все они банкроты. Но мы стоим в очерёдности получения там, в реестре стоим и за реестровой очерёдностью. Но фактически эти 25 миллионов, практически, они нереальны вырвать с этих управляющих. Предприятиям принимаются меры по взысканию дебиторской задолженности с населения и юридических лиц, подтверждённых бухгалтерским учётом. Высужденная дебиторская задолженность с юридических лиц составляет 49 миллионов 872 тысяч рублей. Сюда входят, значит, и ПЭШники, и плюс к этому, вплоть до того, что у нас 23 миллиона был долг, и сейчас мы провели зачёт ОСИПТЭК. Всего на 21-й год начислено за коммунальные услуги населению 121 миллион, принято денежных средств 101 миллион. Процент сбора принятых денежных средств от населения за оказыванные коммунальные услуги составляет 95%. Учитывая задолженность прошлых лет, и что часть населения в этом году, особенно за тепло, платила ОСИПТЭК, задолженность в перерасчёте ставила 93,2%. С августа прошлого года РКЦ является единой теплоснабжающей организацией в посёлке. Для большинства населения, того, что платило за воду и отопление в кассы РКЦ, изменения прошли незаметно. А вот сама организация всё ещё находится в противоборстве с бывшей единой теплоснабжающей организацией, не желающей сдавать позиции, несмотря на решение суда. И тем не менее, нынешнее ЕТО старается минимизировать воздействие спорных моментов на свою планомерную работу. С 1 августа, когда мы стали собирать финансовые средства, у нас получается система такая, хоть распределение идёт через приставок, но, допустим, за февраль месяц мы собрали 20 миллионов 800 тысяч. И вот я зачитаю, как мы рассчитываемся с поставщиками наших коммунальных услуг. Значит, первое, значит, СИПТЭК получил 8 миллионов 723 тысячи. Водоканал – 1 миллион 405 тысяч. Инзив – 1 миллион 809 тысяч. Инзив мы второй месяц, значит, погасим, они нам выставляют месяц где-то 1 миллион 550, 1 миллион 560. Мы второй месяц гасим уже с плюсом, то есть гасим практически текущую задолженность, и плюс – это сверху погашение старых долгов. О выполненных в прошлом году капитальных ремонтах на теплосетях посёлка в своих выпусках мы неоднократно рассказывали. Составлен план работы на текущий год. Завершили заседание сессии правовым вопросом. В Совет депутатов поступило 6 проектов нормативно-правовых актов по муниципальному контролю. Их рассмотрением предварительно займутся депутатские комиссии, после чего вопрос будет вынесен на очередную сессию. Редактор субтитров А.Семкин